Свою акцию на 1 мая в Москве организовали русские националисты. О том, как она прошла и почему правых в России расколола Украина, расскажет наш САПКОР в Москве Данил Русаков. Представители власти и те, кто называет себя оппозицией, все как на подбор в одной униформе. Ленты узнаваемых цветов даже у ОМОНовцев. Разношерстная, но не разноидейная толпа начала собираться заранее. Возле автозаков демонстранты формировали колонны. Несколько кварталов проезжей части перекрыто, повсюду усиленные патрули полиции. По замыслу организаторов акция, видимо, должна была быть масштабной, однако на нее пришло лишь несколько десятков человек. С хоругвиями, иконами и знаменами партии, подчеркивающими величие державы, все дружно двинулись вперед. Организатор мероприятия строго по бумажке зачитывает заранее согласованные с кем-то лозунги. Власть народу, ворам тюрьма! Власть на суд народа! Власть на суд народа! Электорат, который не может молчать, на слова не скупился. Сюда эти люди пришли, дабы отстоять великую идею великими методами. Я за монархию, чтобы в нашей стране, в России была монархия. Вот мы и на митинги ходим, потом дальше в интернет-сетях ведем. И все, да? Нет, вы знаете, очень много делаем для этого. У этого митинга вообще получилось страдающее женское лицо. Хлопотать за ныне посаженного, а ранее обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова пришла его жена. Ну, сидит в строгих условиях содержания, изолировали его от всех зэков даже. Шествие собрало только радикально настроенных имперцев и сторонников боевиков Донбасса. Националистическое движение за последний год из-за войны вообще раскололось. Те, кто действия Кремля осуждает, на акцию не попали. И хотели не допускать сюда силой за идеологические разногласия. Лидер движения «Русский» Дмитрий Демушкин по странному стечению обстоятельств после интервью одному из провластных телеканалов сейчас под административным арестом. Считают, что Украина должна сдать Донбасс и Луганск как бы, и как бы смириться с вот этой вот так называемой Донецкой и Луганской республикой. Мы не хотим, чтобы Россия превращалась в некого такого монстра, который вот там, вот это моё, вот это моё, вот это, а вот все остальные заткнитесь и смотрите, как мы там развиваемся. По словам сторонников Демушкина, радикалы отобрали у них право на демонстрацию. Власти согласовали маршрут только имперцам. Хотя не поддерживающие боевиков националисты заявку подавали даже раньше. Но те, кто повсюду ищет фашистов, получили полный карт-бланш. А на самом деле евреи-фашисты. У них два государства, а у русских отняли. Толпа с хоругвиями и занимательными лозунгами почти без инцидентов преодолела весь запланированный маршрут следования. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер.